В московских школах вновь начался цикл занятий по пониманию инвалидности, который называется «Уроки доброты». Обязательное условие – ведут занятия только специально подготовленные люди с инвалидностью. Ведущие рассказывают детям о своей собственной инвалидности, объясняя, что проблема не в ней, а в отношении окружающих и в окружающей среде, которая все еще очень плохо приспособлена для свободной жизнедеятельности людей с особенностями. Обычно урок начинается с совместного с детьми выяснения, кто же такие люди с инвалидностью, в чем их проблема, а может быть она вовсе и не в них. После этого школьникам рассказывают, какие слова можно употреблять, говоря о людях с инвалидностью, а от каких лучше воздержаться. Задача этих уроков – сформировать у школьников толерантное отношение к людям с инвалидностью без страха, снисходительности и жалости. На занятиях школьники знакомятся со множеством неизвестных им прежде понятий – безбарьерная среда, инклюзивное образование и толерантность. Дети получают возможность сформировать свое собственное отношение к людям с инвалидностью, общаясь с ними напрямую, задавая интересующих вопросы, разглядывая различные реабилитационные приспособления, просматривая документальные и игровые фильмы. Эти занятия не похожи на обычные школьные уроки. На них используются интерактивные методы обучения, ролевые игры, опросы и обсуждения. Активное включение в занятия дает ребятам прочувствовать на себе разные ситуации, в которых может оказаться человек с инвалидностью и самостоятельно сделать выводы, а также поделиться с другими своими мыслями. Собственно, вот тот опыт, который начался 9 лет назад, он дал свои плоды и в данный момент. Дети сейчас, которые первый раз получали эти уроки доброты, они в 9 классе. И вот эта обстановка детей, своих одноклассников, она очень хороша получилась в том, что дети гораздо добрее уже тогда начали. Вот 9 лет назад мы начали переворачивать общество именно с детей, которые приходили потом домой, рассказывали родителям о том, что вот такие люди приходили к нам. Тогда еще общество 9 лет назад было не готово к этому. Поэтому в нашей школе сыграло большую роль уроки доброты. Главное, уроки дают осознание того, что людей с инвалидностью можно и нужно воспринимать как полноценных членов общества. Я из уроков доброты узнала, что все люди разные, что ко всем людям относиться нужно так, как к себе. По моему мнению, такие уроки нужны, потому что дети учатся общаться не только с людьми без ограниченных возможностей, но и с людьми, у которых есть ограниченные возможности. Ребята приходят к пониманию, что все люди разные и каждый ценен по-своему. Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» проводит такие занятия с 1997 года. Для каждой возрастной группы существуют свои методики проведения подобных занятий. Только в минувшем учебном году «Перспектива» провела уроки доброты для 2000 школьников с 1 по 8 классы в 24 московских школах.